Новый патч привнес, возможно, даже слишком много бафов и нерфов, чтобы в игре все осталось на своих местах, и именно поэтому из земли вылез жрец на нежити. Да не простой, а темный. Колода стоит 7040 пыли и предлагает невероятно липкую и опасную темпоколоду на классе, который уже какое-то время в прошлом кошмарил ладдер своей агрессивной вариацией. Из ключевых карт стоит отметить очень мемного с первого взгляда Яростня Плети, которого очень приятно возрождать единички, а также забафного Базалефа, который не прочь в соло выиграть игру за счет своей удешевленной стоимости. По Мулигану мы всегда хотим Яростня, Собор и Оживление Мертвых, чтобы с третьего хода либо второго с монетки начать липнуть к столу. Темный нежить жрец — это хорошая в среднем темпа колода, которая в ближайшее время будет часто встречаться в ладдере. Она имеет отличный темп и прекрасные финишеры в лице темных духов, комбинации с зерелой и паре осколков. Ну что ж, тут рассказывать, давайте лучше покажу. А если геймплей тебе понравится и окажется полезным, ставь лайк и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. А с микрофоном как всегда плагиат, и мы начинаем. Но перед началом ролика хотел бы рассказать вам о такой замечательной площадке, как Дифмарк. Если у вас возникают проблемы с покупкой игр, игровой валюты, либо другого контента, Дифмарк — это как раз то, что вам нужно. Тут вы сможете купить ключи игр Steam, Origin, Epic Games Store, накупить вагон игровой валюты в популярных ММОшках и без проблем приобрести игры на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, а также купить любой софт от лицензионной винды до лучших антивирусов на рынке. А главное — методов оплаты действующих с территории РФ уйма — от банковских карт до киви и криптовалюты. А по моему промокоду PLAGIAT вы получите 10% скидку на абсолютно любой товар. Ссылку вы найдете в описании. Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном и как стал плагиат, и добро пожаловать в очередной геймплей по очередной обновленной мете, которая обновилась буквально вчера. Вчера вышел огромный патч, который с собой внес огромное количество бафов, их там 18 штук и нерфов, их там 7. И сегодня мы с вами будем играть на колоде, которая на себя... Так, ваше следующее существо нежисть — это Деду Надо. Которая на себя приняла наибольшее количество бафов в единый, как бы так, архетип, да. И это агрессивный жрец, который собран сейчас немножко, возможно, не так, как Близзо рассчитывали, но... 588-я легенда кстана. А-а-а-а! Просто ты видел, нет? Так, я могу сделать так, напялить эту и переиграть его? Не, не смогу его переиграть. Ну ладно. Бра, would you look at that? Окей, просто срем тогда говном. Собственно, сегодня мы с вами играем на архетипе, на котором, очевидно, вы видите, я не играл ни разу. И надеюсь, что я это проиграю, и вы не увидите, насколько я бездарно на ней бахаю, не умею читать карты. Тем не менее, это жрец на тьме. Жрец на тьме, на перерождениях и на всяком говне. Играем мы против мага. Маг, конечно, неприятный. Тут мало приятного происходит, потому что он просто нас обилкой может затыкать. Но мы тоже не пальцем деланы. О май гад. О май гад был. Мы можем еще два раза что-то сыграть. Например, вот Любовь к тени один раз сыграть. Раскопать, допустим, Осколок Бездны. Можно, в принципе, единичку. Так, у единичку. Обменяем это и единичку сыграем, чтобы темпануть. Вот это стол почистили, вот это под бим-бам-бум-бам-бум. Это нормально, я придумал. Мне это нравится. Жалко, мастер-кастей не нежит, конечно. Это что такое, лол? Что? Это Биг Спелл Маг, только у него идеальный заход? Офигеть. Ладно, но меня должны наказать просто за вот эту вот всю чуму, которую я тут устраиваю. Чума, она оба ваших дома. Угу. Окей. Хорошо. Я тебя понял, чел, я тебя понял. Я тебя понял. Я тебя супер-ультрагига понял. Я тебя супер понял. Просто пойду в лицо так. У нас есть два бессмертных союзников. Ммм, два штука. К сожалению. О, боже мой. А что с монокривой у тебя, чел? Нормально все? Вау, просто заморозка и дикий огонь. Я в шоке, что я... Против кое я попался? Лоу, чел, все в порядке там? Вау, ладно. Так, окей. Там все в порядке, походу. Окей. Там все в супер порядке. Насчет бессмертных союзников. Они не работают, когда вы возрождаете. Если я правильно, конечно, карту прочитал. Но они работают только, если ты выставляешь... Шестерку играет, господи. Выставляешь из руки. Существ. Поэтому да. Ну что, ждем, пока он тут подзачистит весь мой стол. Да? В надежде на то, что у него что-то получится в этой жизни. Так. Тем временем. Что я хочу? Да, наверное, просто его осколками вездной затыкать. Что нет-то? Рилли. На, похавай. Так вот зачищу, чтобы он не мешал. На next мы можем делать зерелу. Она возродит, получается, на 9 урона с осененных тьмой духов. Мастер призовет... А, он морозит просто, лол. Окей. Отличный геймплей, чувак. Замечательный. В лицо кидайте фаерболы. Ну, не фаерболы, но вы поняли. Хорошо. Мастер костей еще пришел. Интересно. Ну, нужно делать эту зерелочку, потому что она нам рерольнет 5 урона. На next. Сейчас хил, потом будет 5 урона просто. Вот, похавай такого, пожалуйста. Вот так вот. Так, если там... Будет мартреш, то у него 1-о. Магильдан, а я вам защипал. Поэтому, как бы... Поэтому, как бы, да. Идет заморозка. Но ему, как бы, очень невыгодно трейдить мой стол, потому что тут 3 урона, тут еще и возрождается одно существо. С 4 единицами урона. Поэтому я бы на его месте не тыкал стол. А тыкал фейс. Ну, так как все-таки я игрок сильнее, очевидно. Мы его здесь побеждаем. Очень ничего. Но сборка у него странная. Мага. С позором полнейшим, но выиграли. Окей, go next. Окей, следующая катка. И мы с вами попались на ДК. Обычного. Или, может, это даже Рога. Не знаю. Решил на мулигане оставить бессмертные союзники. Потому что что-то я не замечал, чтобы я мог использовать эту карту особо в прошлом матче и до этого луз, который я вам, естественно, никогда не покажу. Очень странно, что я просто никак не мог реализовать эту карту. Поэтому я решил ее оставить на мулигане, чтобы, возможно, когда мне придет тройка... А, если что, эта колода открывается с существами исключительно с тройки, потому что с уличной обманщик это рофл какой-то. А, это... Это была ДК. Окей. Вот, значит, когда я решу вот с такой тройки открыться... Боже, эта тройка мне вообще ни в 5, ни в 10, ладно. А, я смогу с нее, кстати, с ней закомбинить. Я смогу с ней закомбинить. Мы сейчас поставим ярость на третье, он умрет, доберем 100 карт и еще и 101 карту. Окей, пойдет. В общем, нолик, если что... Я сначала неправильно прочитал его, даже на обзоре, по-моему, как-то проигнорировал эту карту. Обзор давно был давно. Кто смотрел плюс в чат и лайк, как говорится. Вот, там я думал, что следующее существо просто нежность, которую вы разыгрываете. А нолик, оказывается, на всю нежность работает. То есть, вот вы захотите нежность играть, играйте всю из руки, она вся получит, соответственно... Понял, да? Вся получит по жопе. Ха, вот это кайф. Хочу ли я это делать прямо сейчас? Думаю, что да. Вот так вот мы просто делаем и чел фотографирует. Собственно говоря, сила этой колоды заключается, естественно, в нежите, в синергиях с нежитью. Но, фокусируясь ваше внимание, нужно исключительно на яростной плете. Потому что эта тварь, если ее разыграть правильно, он является тупо самым сильным яростенем, который когда-либо был в Харстоне. Вот серьезно. Еще там яростенем, правда, был, который 4 маны 5-1 бабл. Но он на арене какой-то плюс-минус прикольный был, по-моему. Но. Посмотрите просто на вот это чудо. 5-4, перерождение вызывает еще 5-1. То есть это 10 урона. Буквально, это просто нереально. Главное, ребята, не забывать о том... Еще Асталор. Сколько там карт? 3? О, у него Асталор не поместится, если я так сделаю сейчас. А я сделаю, знаете. А я все сделаю, я все устрою. Перерождение, к сожалению, не стакаются. Поэтому мы и в печали должны быть сейчас прямо невероятны. Но я все равно думаю, просто сделаю вот так и сделаю вот так. Типа я понимаю, насколько это тупо, но у меня перерождение здесь 2 штуки. Более липкий стол становится. Мне главное тут наращивать небольшой темп. Самое смешное, самое смешное, что когда ты чистишь стол против колоды на нежити, срабатывает как раз таки вот это ключевое слово. Хоть он сейчас плюс 10 хп себе сделает. Это неважно. Срабатывает ключевое слово, которое, соответственно, усиляется за счет того, что вашу нежить со стола просто кошмарят и выводят. И становится только хуже. Вот, поэтому... Земля металла. Хотя вот сейчас я бы не вижу, чтобы он... Чтобы он моих бедных существ уничтожал. Unlock. Ладно. Unlock, что я хочу сделать сейчас? Па-па-па-па-па-па-па. Наверное, пробафать вот этого вот чела. А, я могу раскопать единичку? Неважно. Всем, всем неважно. Хэштег всем неважно. Всем дважды неважно. Стол слабоватый, а у меня довольно хороший. Все с перерождением, все кайфуют. Их сносят. Я даю 100 восьми. Зирела здесь тоже очень неплохой такой финишер, потому что она хорошо синергирует со всеми предсмертными хрипами, которые здесь есть. Они довольно опасные. Я про сильных тьмой духов. Очевидно. Также дополнительно заспам стола с мастера костей. Я думаю, что это я в любом случае в интере расскажу. Но, так или иначе, да? Значит, прикольно, что он, кстати, ремовл используется именно на эту карту. Мне нужно понять, что... А! Он раскопал, значит, пятерку с визеля. Нет. Ой. Окей. Окей, ладно. За короля Алича. Но слово восьми не смерти, а вообще имба. Тупо четыре по всем. Бра. Лицо представили? Базалев, лол. Так, Базалев это лев. Бра. Бра. Он чистил, старался, и тут эта тварь пришла. Это не секта, это группа единомышленников, которые любят нежить. Ну, спасибо, что он четыре стоит, так бы я не смог пингануть сейчас. Окей. Окей. Это не восьмая мана, монетки у него нет. Душекрат отдыхает. Даже, кстати, если бы он ставил Душекрат, у нас бы 15 урона на столе было. Чё? Так что, братик, тут, походу, конечная. Но тут 16. Мэбби он не в курсе? Он не в курсе. Нет, он в курсе. Нормально, кста. Нормально плюс прикольно. Итак, ребят, следующая катка, и это Мирор. Ну, чё могу сказать? Мирор это прям интересно, потому что я ещё ни одного Мирора не играл. Но по портрету я уже проигрываю. Да, у нас есть Андуин с Львёнком, но как бы Тиранда Тёмная вообще выглядит намного круче. Ом, она кривой. У нас есть тройка, у нас есть тройка, но если у меня не будет другой тройки, в скобочках, яростня плети какого-нибудь или осенённого тьмой духа, то тогда луз автоматически. По-хорошему нам сейчас сделать монетку нужно в какое-нибудь существо, в собор, чтобы мы могли потом, соответственно, контролить стол. Но! Бальзамировщик Дракари, тролль по жизни после смерти и на форуме, как говорится, да? Это его описание, если чё. Я не выдумываю, я не сумасшедший. Тройль Дракари это суперслабое выставление, потому что, очевидно, мы его боевой клич, как и в первой катке этого геймплея, просто в стрём в никуда. Но! Иначе, как бы, бра, у нас нет других вариантов. Ага! Так мы попали на суперверсию гигахайпа какого-то, посмотрите, что происходит. Офигеть, мы попали на суперагрессивную версию. И сейчас мы можем с этой нитки, с этой иглы, простите, нормально так похавать. Прохавать конкретно, лол. Вот это ничего себе, сказал я себе. Хорошо, интересно будет посмотреть. Из хорошего осколок Безды, просто сейчас как дам сюда на 5 и откилюсь на фул. База Лев, вот это Лев. Ой-ой-ой-ой. Ну давай я просто выставлю Бализмировщика Дракари, просто чтобы он был. Единственное моё существо. Можно было, конечно, сделать, к сожалению, мёртвых монет Каон, чтобы потом возразить два таких с База Лева, но мне кажется, это много. Окей. Окей. Он играет Костяна отдельно, лол. Но это Фришка. Извините меня за мою наглость. Но выглядит как Супер Фришка. Но может быть я ошибаюсь, у нас хила как бы не так уж и много. Блин, заражённый служитель интересный. Интересное видение, но это делает колоду супер агрессивной. Мне нужно сейчас подслить моего Дракари, и тогда мы чистим вообще любой стол, который он ставит, я считаю. Окей, пиранья. Пиранья — это сила. Нормально лупит. Мне, наверное, стоило сейчас возрождать. Три-четыре. Но я же дёбовонючий. Не приятно. Вот это ответ. Света нет, есть только сила. Хорошо. На Next можем переобуваться в Зереллу. Это плюс 5 хп. Останется 12. Ну и стол. 10 и стол. Нет, 10 и стола не будет. Капец, что? Окей. Света нет. Есть только сила. Можем ли мы как-то это подконтролить, чтобы не проиграть? Это нужно сделать сейчас собор, забафать его, затрейдиться так, затрейдиться так. Точнее, даже найти осколок бездны просто. Прикинь. Какой... Какая жесть. Ну, не знаю. Тут надо трейдить. Тут Зерелла вообще не выход. Ага. 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 Ну, тут, боюсь, что, конечно, ближе, чем можно даже представить. Два заклинания тьмы или просто одна четверка и мы все. Допустим. Интересно. Блин, очень интересно. Хорошо. Делаем так. Делаем так. Ммм. Капец, я кручу-верчу, запутать хочу. Это просто дико. Слухай, к духам. Все, еще два офф у него. Забафать, чтобы забрать карту, некого. Нужно все еще два заклинания, которых у него, очевидно, нет. Ну, чтобы два раза снить и бахнуть. Добро пожаловать в путь. У него есть как раз-таки обилка. Так, 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 так. Это будет 5, 6, 7. А у меня как раз-таки... Ммм, предсмертные хрипы, которые сработают, мне не помогут никак. Интересно. Че тут интересного? Да неинтересно. Забафать его, потом с четверки убить, если четверка долетает до меня, да? У меня не долетает четверка. Ммм, unlucky. Unlucky, unlucky. Офигеть, фришка в скобочках луз. Просто ужас. Well played. Как-то вообще... Ни одного мастера костей. До свидания. Итак, следующая катка. Мы снова попались с вами на приста. Видимо, в ближайшую неделю присты будут доминирующим тут вообще классом. Неважно, что за присты. Главное, что не рога. Спасибо. Собственно, пока, пока что, пока что, пока что не надоело. Прошлую мы лузанули, попавшись на куда более агрессивную версию, чем у нас. Про агрессивную версию я говорю, очевидно, этого темного приста. Это не темный прист, но это может быть прист на элементалях. Главная ошибка, которую можно сделать при игре против пристов на элементале, убить элементаля. Чтобы эти самые... Чтобы элементалей возрождали. Но я не то чтобы вижу много вариантов игры, при которых я выставляю этого самого... Ну, короче, элементаль не умирает. Он всегда трейдится в моих существах. И элементаль всегда умирает. Поэтому... Получается какое-то гауно. Да, он так трейдит, потому что хочет, чтобы я этого элементаля выносил. Но... Мы, ребята, не пальцем деланные. Мы знаем, чего хотим. И просто ставим осененовать с моим духом сразу. Сразу. Пусть трейдится, пусть делает, что хочет. Пусть раскручивается. Сейчас главное, чтобы он не кастовал оживление мертвых. И не ставил 100 миллионов элементалей и эту свалну. Спасибо. Ну, значит, пока что ровненько идем. Хоть я немножко и недоволен своей монокривой. Именно с ущетами, которые мне заходят. Ярости нет. А ярости не супер важны. Свална пошла. Да уж. Дают, конечно, гениев. Даже не золотой прист. Боже мой, что ты пытаешься? Кого ты пытаешься здесь... ...обмануть? Есть единичка. Возродит нам троечку, на которой я дам перерождение. Это супер офигенно. Ну или так сделает. Так же тоже можно. Да, можно. Ну ладно. Ну ладно. Просто пипец. Здорово. Сумничный обманщик. Так-то ты реально обманщик. Без негатива. Добро пожаловать в затянувшийся геймплей. Сейчас будут серьезные замутки. Так. Ремувал нашел? Фиг. Так вы жадина или вы единичку просто раскопали? Это важно. Ага, вы жадина, пон. Меня устраивает. Чара. Как будто сидит, слушает. Угу. Ну сиди, слушай, че. Нормально, обмен. Будем в затяжную играть. Меня вообще устраивает. Потому что я сейчас хрипов наберу так, что он просто стол не зачистит потом. Хотя ладно, кого я обманываю. Там... Столько вэлью. Это хорошо. Интересно, сколько мы сможем темных духов заспаунить вообще. Потому что эти ходы, которые он делает, они не выглядят сильными. Вы поймите. Да, он выставляет своих этих сияющих элементалей миллионами. И потом сможет их снова высрать. Но. Если я слово тьмы на смерти... Не смерти, извините. Не буду отдавать. То... Чел, очевидно, будет сас... 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 Будет саспищес. Будет гига саспищес, правильно? Просто вот так вот начинаем работать по мужику этому. Начинаем работать. Начинаем. Ну и что? Прекинь сайланс даст. Я просто... У меня припадок случится, если сейчас будет реально сайланс в этот стол. Пофиг. Не будет припадка. Обманул. Тройку, жадина. Точнее, двойку. В двойку сыграй. В двойку сыграй. Раскопай заклинание, не похиль. Боже, он Зирелу заберет сейчас. Это просто ужас. Это минус Зирелла. Это минус его стол, но... И минус Зирелла as well. Ну и сначала что он копает? Из руки, а потом из клады. Это просто трэш. А прямо сейчас мне нужен базалев. Это будет вообще ультимативный ход для меня. Вот реально базалев. Это просто бра. Время уходит. Ярость ним плети. Он. Он-бон-пон. Так. Вы раскапываете заклинание из своей колоды. Ну давай. Я бы раскопал вот это заклинание. И потом бы его обменял. Восстаньте, мои защитники. Фоткаем. Что это за проклятый артепакт? Восстаньте, мои защитники. Время уходит. Это, конечно, весело. Но, по-моему... А, сработает? Спасибо большое. Благодарствую. В моей руке нет места. У меня от бессмертия сгорел. Тот ли это амулет бессмертия, который он разыгрывал? Надо думать. Два мало. Тоже мало. Ну, вообще норм так-то. Два мало. Еще надо. Ну, это тоже фигня. Окей. Вот так. Нечего трогать. 8-8. Пусть живет. Накопал оживление мертвых. Ну, смотри, что творит. Не, вообще, колода интересная. Без шуток. Мне казалось, он эту карту спалил. Почему она... Эта карта остается у вас в руке. Почему? Так. За что? С пацанами отдыхаем. Сижу с бесконечными ресами. Мехстан. Ау. С жиру бесятся уже просто. Е-мое. Три мало. Обмен. Или не обмен. Или похилюсь на максимум. Давай так. Те, кого мы любим, никогда нас не покинули. Без нас собралось. Сколько там? Четыре. Ну, мог, в принципе, четыре на три двенадцать. Мог жестче сделать. Ну, давай крутить. Докрутился, окей. Так, это будет пять. Да, нолик не работает. Если их так возрождаешь. Потому что они возрождаются, они разыгрываются со стола. Ясно. Очень весело играть. Очень сбалансированная колода. Очень классно поиграли. Понятно. Понятно. Что ж, ребят. Ну, а на этом поражении. Абсолютно невероятно сбалансированная колода приста. С другой стороны. Геймплей подходит к концу. Уверен, что я прямо сейчас перейду к обзору на свал на приста. Вот этого, который меня сейчас выиграл с бесконечными ресами. И увижу, как можно в нем проигрывать. Потому что пока что я не вижу, как на нем можно проигрывать. Если геймплей вам понравился и оказался полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И код колоды вы, конечно же, сможете найти в описании и в моем телеграм-канале. В качестве заключительных слов хочу сказать, что этот жрец на яростной плети выглядит очень даже ничего. Хорошая темповая колода, которая, в принципе, должна хорошо держаться вообще против любой деки. Сейчас с попаданием на свал на приста, у которого все родственники забыли забрать его из детдома. И, соответственно, он там нашел все карты 2-3, которые он снес. Потом свал на 6-ой идеально найденная. Потом, соответственно, 2 единички. Это все, конечно, классно. Поздравляем его семью с тем, что они оставят ему в детдоме. Чел на 800-ом ранге на своем незолотом присте сможет дальше радоваться вот таким вот мувом. Матчап, конечно, неудачный. Плюс мы наши картинки тоже не сразу все нашли. Я думаю, что если бы у нас было там 2 пауэрплея через база Лефа, например, какого-нибудь, да, в воскрешение стройки, то мы бы его додушили, но как есть. Что ж, на этом все. Огромное вам спасибо за просмотр. Раз микрофон был как сюда плагиат. И, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok